Здравствуйте! Прошла неделя и программа событий культурной жизни снова с вами. Сегодня в выпуске. Спектакль Челябинского театра оперы и балета «Пиковая дама». Выставка «Амидео Модильянин» в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Второй Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки в прошлом году отметил свое 50-летие. Главный подарок к юбилею коллектив приготовил себе сам. Постановка оперы Чайковского «Пиковая дама» стала ярким событием в музыкальной жизни страны. Свидетельство всероссийского признания – номинация на премию «Золотая маска». Недавно спектакль показали московской публике, вместе с ней и нашей съемочной группе. На постановку челябинцы пригласили из Петербурга режиссера Алексея Степанюка, который, по его собственным словам, одержим «Пиковой дамой». Эта труппа для меня родная, потому что, будучи коренным петербуржцем, ленинградцем, родившись в Ленинграде, закончив консерваторию, я через год после окончания консерватории режиссерского факультета получил приглашение, случайное, совершенно, в Челябинск, о котором я ничего не знал, рассматривал и искал его на географической карте. Спектакль простой и сложный одновременно. Герои, одетые в исторические костюмы, помещены в беспощадно пустое пространство сцены. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На экран проецируются слайды. Прием сам по себе не новый, но они подобраны так, что словно бы материализуют тайные мысли, подспудные желания, страсти и тревоги героев. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ То минималистическое решение сценографии спектакля делает еще более значимой, еще более важной работу самих певцов. Действительно, оперная труппа демонстрирует очень высокий профессиональный уровень. Яркие голоса, вокальная культура, актерский талант. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пиковой дамы нет без главного героя Германа. Эта сложная теноровая партия очень требовательна к драматическому дарованию исполнителя. 23-летний Максим Аксенов приглашен в Челябинск из Мариинского театра. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нищий выходец из Италии, склонный к богемной жизни, влюбленный в искусство, он легко сошелся в Париже с такими же молодыми новаторами. Сегодня они классики авангарда. Тогда для приличной буржуазной публики были беспутными провинциалами. Поддерживая расхожие толки о себе, Амедеу часто подписывался прозвищем Моди, что по-французски означает «проклятый». Художники парижской школы отважно пробовали наизлом все нормы классического искусства, создавая новую эстетику. Сегодня Модильяни, что называется, культовый художник, и его московские поклонники мужественно стоят в длинной очереди. Это такой пустяк по сравнению с тем, что я здесь увидела, такую красоту необыкновенную, тем более впервые. В начале прошлого века эти картины поражали не красотой, а вызывающей странностью образов. До него так не изображали человека. Условно, обобщенно и вместе с тем узнаваемо конкретно. Модильяни скоро нашел свой стиль, ведь на главные работы ему было отпущено всего пять лет. В его творчестве сплавились европейские традиции и экзотические влияния африканского примитива. До Первой мировой войны он много занимался скульптурой, предполагая создать целую серию для храма красоты. Следы этих монументальных замыслов в графических и живописных кариатидах. Безусловно, лучший, что создал сердцеед и любимец женщин Модильяни – галерея женских образов. И женщины необыкновенные. Вот это вот эти глаза, это поворот головы, в общем. Ну, он неповторимый художник, конечно, это уникальный, что говорит. Ну, натуры тонкие такие, мне кажется, утонченные. Вот женщины все, духовно, как-то богатые духовно. Сегодня трудно поверить, что его обнаженные вызывали когда-то обвинения в непристойности. Ведь в них, помимо несомненного эротизма, притягательна именно одухотворенность. А еще трогательная незащищенность, душевная хрупкость и ранимость. Это противопоставило жестокой и жесткой современности Модильяни. В Театре имени Ермоловой премьера спектакль «Хозяйка анкеты» поставлен режиссером Алексеем Левинским по произведениям тольяттинского драматурга Вячеслава Дурненкова. Постановка интересна тем, что состоит из двух пьес. В первом акте зрители увидели «Хозяйку анкеты», а во втором – «Смысл жизни». А насколько органично два этих произведения слились в единое действие, расскажет наш корреспондент Екатерина Купреева. Мы странно встретились и странно разойдемся. Русский роман с начала XX века стал эпиграфом к сценическому действию, которое можно назвать трагефарсом, сюрреалистической комедией или пьесой абсурда. «Я зачат был после чарки, захватка, всполохи, подарки, сабля, царь и конь». Время действия – XX век. Его начало, середина и конец в перемешку. Место действия – помещение, из которого съехали жильцы, а новые еще не появились. Главная героиня – генеральская вдова Мария Сергеевна. Она же девочка Маша, увлеченная заполнением анкет. Это пьеса Вячеслава Дурненкова в постановке Алексея Левенского – спектакль для тех, кому интересна загадочная условная граница между реальным и нереальным. Вообще в пьесе происходит все время некая игра со временем. И там путешествуют персонажи по времени. Они начиная с начала XX века до сегодняшнего дня. То есть почти так, полтора столетия. Вот так они гуляют по нему. Привычного повествования в «Хозяйке анкеты» нет. А вот герои есть. Просто сюжет перенесен во внутренний мир человека. А кульминацией спектакля может быть просветление или, наоборот, отчаяние. Для зрителя приготовлена полная свобода восприятия. А для артистов академического театра – работа с подобным материалом. Яркий этап профессионального роста. Вы знаете, ломать нет. Вот развивать, углублять, наверное, да. Это такой камерный театр, камерное искусство. Наверное, оно ближе к кинематографии, может быть. Ну, как вам сказать, с академической сцены – это, конечно, как бы другое немножко. Камерное, ну, даже не то, что глубокое, а очень подробное. Спокойное, подробное такое прорабатывание. Раздается звон разбитого стекла. Спиритический сеанс в Доме вдовы генерала заканчивается. Остается реальность, воспоминания, сны, человеческие пороки и прекрасные черты. И каждый вновь ищет свой смысл во всем этом многообразии. Странно встретимся, странно мы разойдемся. И снова вернемся к одному из ключевых событий культурной жизни столицы. В этом году на главную театральную премию претендует около 50 спектаклей из 39 театров страны. Одним из номинантов «Золотой маски» стала постановка режиссера Санкт-Петербургского Большого театра «Кукол» Руслана Кудашова. Спектакль «Ви» для взрослых детям смотреть не рекомендуется. Во всяком случае, так считает наша съемочная группа. Хроника падения одной души в двух действиях. Сценическое исследование природы страхом. Это все о нем, о гоголевском «Ви», перенесенном в пространство кукольного театра. По ставленным петербуржцами спектаклем, марионетки и ростовые куклы соседствуют с актерами. А в сугубо ограниченное по-настоящему кукольное пространство заключены безграничные ад и рай. О визуальном решении «Ви» критика отзывается однозначно. Выше всех похвал. Мы старались, чтобы здесь были местодействия. То есть там церковь, кабак, сарай, еще что-то заброшено. Такой некий мир, объект, такая зона. Поэтому это вот такой ящик непонятный. Никакого чуда с накладными ресницами в сцене появления «Ви». Более неожиданное решение этого образа сложно и представить. Режиссер Руслан Кудашов, руководствуясь народной мудростью «Человек сам себе враг», увидел «Ви» двойником Хамыгрута. Даже на репетициях было, когда не было ни дыма красивого, ни света. Испытывал, конечно, поймался на мысли о том, что мне страшно. И боюсь я, в принципе, ничего не будет, а тряпочки простой. У создателей спектакля не было цели и запугать зрителя. Именно поэтому отказались в процессе постановки от сцены, где гроб летает прямо над зрительным залом. Но жуть и так пробирает до самой кости. Что поделаешь, такова уж обратная сторона вовлечения зрителя в процесс главной русской классической страшилки. В спектакле много мистики, и на сцене, и за кулисами ломается и вдруг налаживается проектор, без которого и вий, не вий. Но еще больше смеха. Человек располагает, а Бог предполагает. Ой, наоборот, человек предполагает, а Бог располагает. Ну что, будем тебе читать? Да, конечно. Лежим. Помимо нас, Боже! По великой милости Твоей молимся... Вий и литературный, и кукольный пронизан фольклорными реминесценциями и иронией. Пляска хамы, признак страстной натуры и атрибут опьянения, подчеркнут заводной этномузыкой. В преддверии неотвратимого финала Денис Пьянов танцует с румяной куклой. В танце, вызывающем смех и аплодисменты, совсем не радостный подтекст. Вскоре он будет зарифмован с финальной сценой, где черти «Чичер-вечер-ячер» крутят, вертят и подбрасывают куклу хаму. Чичер-ячер, на вечер, что не был на перу, там у волосы террор с кровью, с ясом, с печенью, с телепеченью. Знаете, что в выражении Ницше есть такое «Бог творил Вселенную в танце»? Вопрос для зрителей. Совсем недавно завершился второй московский международный фестиваль «Виртуозы гитары», организатором которого является Московская филармония. Разнообразные программы концертов охватили довольно большой диапазон музыки, от сочинений XVI-XVII веков до хитов XX. А участие в фестивале приняли гитаристы Италии, Испании, Франции, Германии, Черногории и России. В этом году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения выдающейся аргентинской исполнительницы Марии Луизы Анида. Ее талантом восхищались Хаакин Родриго, Андрес Сигавия, Мигуэль Йобет. Ее исполнение на гитаре сравнивали с игрой Паганини и Листа. В руках Марии Луизы Анида гитара звучит как целый оркестр, писала пресса после ее выступлений в Советском Союзе в 1956 году. Ее по праву считают первой женщиной-гитаристкой мирового уровня. В памяти этой легендарной женщины посвящают свои выступления всемирно известные музыканты Пабло Вильегас, Кристиан Грубер, Горан Кривокапич, Жереми Жув. Российскую школу представляют лучшие гитаристы нашей страны Дмитрий Иларионов, Артем Гервоед, Дмитрий Татаркин. Зрители вновь услышат итальянца Флавия Сала, завоевавшего любовь московской публики на прошлом фестивале. На родине его называют Паганини гитары. Программы фестиваля охватывают гитарную музыку нескольких столетий от Баха и Скарлатти до сочинений современных авторов Лео Браура, Эндрю Йорка, Атанаса Уркузунова. Впервые будут исполнены произведения испанского автора Лоренцо Палома. Гитара – особенный инструмент. Только на гитаре даже одна нота звучит красиво. Только одна нота может о многом сказать. Только одна нота может заворожить. Россия имеет очень богатую и давнюю музыкальную традицию среди певцов, танцоров и пианистов. Но гитара пока не популярна в вашей стране. Я очень рад, что такой фестиваль проходит в Москве. Рад, что русская публика может узнать, как любить этот прекрасный инструмент. Сопровождает выступление музыкантов Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Евгения Бушкова. Этот коллектив обладает отточенной техникой исполнения, ансамблевой слаженностью и глубоким пониманием композиторского замысла. Для меня гитара – это самый лучший инструмент, потому что он для меня ближе всех остальных инструментов. И он напоминает человеческий голос. И возможности гитары для меня безграничны. Мне кажется, что только на гитаре можно исполнять абсолютно любую музыку. Совершенно. Начиная от баха и заканчивая совершенно каким-то невероятным джазом и так далее. И все это будет звучать. Ну, если, конечно, хорошо играть. В этой волшебной атмосфере чарующих звуков вспоминаются стихи современного поэта Николая Громова. Гитара поет, смеется, рыдает. Струны души то ласкает, то рвет. В музыку жизнь она превращает. И счастлив лишь тот, кто это поймет. С событиями культуры в регионах и за рубежом вас познакомит рубрика «Культурный меридиан». А я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю. Всего хорошего. Добрый день. На этой неделе Юрий Башмет и Битлз. Сальвадор Дали в Красноярске. Живые барометры из Ульяновска. А также утюги, самовары, блюдца, мой додыр и, конечно же, чудо-дерево. Юрий Башмет стал почетным членом Уральского Битлз-клуба. Маэстер раскрыл свои творческие планы, связанные с музыкой легендарной четверки. В настоящее время готовятся оркестровки, то есть переложение музыкального произведения для оркестра на песни Битлз, которые Юрий Башмет собирается исполнить. Не исключено, что я достану гитару и решу вспомнить молодость. Такое признание получили от Башмета жители Екатеринбурга. А жители Красноярска нынче знакомятся с шедеврами Сальвадора Дали. 15 скульптур, 25 графических работ, 1 гобелен, 6 керамических объектов и фотографии. Все работы предоставлены частным коллекционерам и привезены из нескольких стран – Англии, Франции, Италии, Швейцарии. На выставке в Красноярском музейном центре представлены две работы, относящиеся к фундаментальным творениям мастера. Это картина «Женщины цветы» и скульптура «Женщина в огне». Волшебное чудо-дерево, бармалей и крокодил, умывальник, утюги, самовары, блюдца и медицинские склянки. Все это про образы персонажей, знакомых каждому ребенку и каждому взрослому. Вы обязательно встретитесь с ними в Петербурге, в музее-квартире Блока, на выставке, посвященной творчеству любимого дедушки Корнея. Посетители смогут увидеть фотографии, архивные материалы, книги Чуковского, в том числе первое издание детских стихов с автографами автора, а также услышать уникальную запись голоса поэта. В исполнении Чуковского прозвучат его самые известные стихотворные произведения. Рано зацвело дуванчик, лето будет коротким. Маргаритки низко к земле склонились, жди ненастной погоды. Самые надежные и правдивые синоптики – цветы. Это еще раз решил доказать музей «Метеорологическая станция Симбирска». Теперь жителям Ульяновска, посетившим выставку, будет доступна самая полная и научно обоснованная инструкция по применению живых барометров. Каждый из нас знаком с колоритными образцами индийских фильмов. А много ли Индия знает о нашем современном кинематографе? Теперь после недели российского кино в Дели несравнимо больше. Остров Питер, ФМ, 72 метра. Всего семь фильмов было показано на экранах индийской столицы. Этот кинофестиваль приурочен к 60-летней годовщине российско-индийских дипломатических отношений, которые были установлены 13 апреля 1947 года. А почему ты в меня головной кидаешься? Каждый желающий приобщиться к цирковому искусству в скором времени сможет это сделать, прочитав древний трактат о трюках и головоломках. Лука Пачоли, близкий друг Леонардо да Винчи, почти 500 лет назад создал компендиум «О силе чисел». Пятивековой юбилей этого труда американское общество фокусников решило отпраздновать переводом и первым за всю его историю изданием. В нем содержится сведения о том, как жонглировать, глотать огонь, заставлять монетки плясать, а куриные яйца – ходить. Пачоли не был изобретателем задачи трюков, но он свел их в одну книгу, своего рода учебник. Вот и вся культурная география на сегодня. Культурных меридианов на нашей планете великое множество. Ищите свой. Всего вам доброго.